приветствуем всех ценителей хорошего звука сегодня речь пойдет о самом противоречивом вопросе собравшим множество мифов и всевозможных споров без кислородной меди и кабелях из нее к сожалению весь объем материалов которым мы располагаем можно уместить как минимум в отдельный курс лекций поэтому мы остановимся только на самом главном если вам понравится данный ролик мы продолжим выпускать видео подобного рода делитесь своим мнением в комментариях для начала обозначим что без кислородная медь это не процесс колдовства или маркетинга а максимально очищенный от посторонних примесей и кислорода проводник содержание кислорода в проводнике вызывает рост сопротивления при прохождении электрического тока по кристаллической решетки а также ускоряет его окисление сразу отметим что изменения вносимые примесями и особенно кислородом в значительной степени влияют на звучание очистка медного сплава от кислорода это производственный процесс промышленного отжига для изготовления советских проводов специального назначения применялись наиболее чистые сорта проводниковой меди марок м 0 к катодная и м 0 б бескислородная также м 2 0 к и м 2 0 б без примеси кислорода сделанные по гост они содержат не более 0 целых одна тысячная процента примесей и в частности их использовали для систем виброметрии для пестофонов для эхолотов подводных лодок гидролокаторов и так далее для условий повышенных нагрузок и температур работающих именно в низкочастотном диапазоне от долей герц до сотен килогерц на сегодня существует несколько систем маркировки медных сплавов широкое применение имеет система маркировки у нас которая была разработана совместно американским обществом по испытанию материалов обществом инженеров автомобильной промышленности рядом других организаций в области медных сплавов система поддерживается организацией cda указанная выше система маркировки меди изложено в ряде стандартов основным из которых является международный стандарт 224 98 по способу очистки медь классифицируется на несколько сортов которые вы видите на экране к без кислородной меди о f относит медь с содержанием кислорода не более 0,001 процента также в стандарте оговоренные основные показатели которые определяют данную марку металла для без кислородной марки купрум по f е которая идет в электронную промышленность суммарное содержание вредных примесей не должно превышать 0,004 процента и фосфора не более 0,003 десятитысячных процентов европейских странах основной системой стандартизации являются европейские нормы е н в россии в соответствии с межгосударственным стандартом гост 859 от разных годов марки меди по химическому составу и способам металлургической обработки делят на следующие пять групп марки меди в общем случае обозначают буквой м далее идут цифры характеризующие степень чистоты и буква показывающая степень очистки стоит отметить что в российском госте есть бескислородная медь а есть раскисленная частичная бескислороженная содержание в ней примеси в несколько раз превышает зарубежный вариант купрум офе и как правило в отечественной электронике используется именно раскисленная медь в виду использования в качестве сырья до 30 процентов медного лома а не чистой катодной миди медь марки m20b и m20k фактически не используются в бытовой технике а себестоимость данных сортов заоблачная сша европе и японии для проводов высокой точности используется как раз таки чистая медь с низким содержанием примесей главный норматив для купрум офц и купрум офx лп нормирование содержания серы в обычной российской м1 сера нормируется с очень большим допуском и количество вещества содержащиеся в м1 в десятки раз больше чем в купрум офx лп техническая медь обладает высокими значениями теплопроводности электропроводности коррозионной стойкости частота меди применяемой для технических целей имеет большое значение примеси даже в небольших количествах резко снижают электрические свойства меди делая порой невозможна ее обработку ухудшая технологические потребительские свойства именно поэтому содержание примесей жестко регламентируется стандартами влияние кислорода в меди существенно так как он мало растворим в ней в твердом состоянии медь набирает кислород в процессе проката фильерами жилы частицы кристаллических решеток удлиняются и между ними в пустотах образуется кислород со временем кислород выделяется в виде закиси меди при этом существенно ухудшаются технологические гризионные свойства особо разрушительное действие на медь содержащую кислород оказывает водород после отжиг в водороде она делается хрупкой и растрескивается сущность этого явления заключается в проникновении водорода в медь при повышенных температурах такое явление получило название водородной болезни технические марки меди всегда загрязнены примесью закиси меди например немалое содержание примесей в меди марок от м1 до м4 улучшает пластическую деформацию но при этом оказывает негативное влияние на ее электрические свойства медь используемая для электро технических целей должна быть высокой частоты потому что примеси изменяя микро структуру существенно изменяют также механические и электрические свойства меди степень воздействия примеси на электрическую проводимость зависит в значительной степени от содержания элементов например присутствие только 0,04 процента фосфора уменьшает проводимость чистой меди до 80 процентов поэтому суммарное содержание примесей включая кислород должно быть менее чем 0,1 процента иметь этого типа известно как медь высокой проводимости в соответствии с международными и зарубежными стандартами такая медь выпускается следующих марок медь марки cuprum of высокопроводящая бескислородная медь производится плавлением и литьем защитной атмосфере для ее производства применяют наиболее чистое сырье катодную медь в результате получают медь частотой не менее 99 95 процента что позволяет достичь проводимости 100 процентов причины возникновения потерь в проводнике распределены по медному проводнику звуковой сигнал перекрывает частоту трех порядков начинаясь от десятков герц и заканчивая с десятками килогерц в связи с тем что звуковой сигнал широкополосный то в области низких частот от 20 герц до 1 килогерца влияние на проводимость оказывает именно степень очистки проводника от кило герца до десяти килогерц влиять в первую очередь будет степень очистки и немного поверхностное состояние свыше 10 кило герц преобладающее влияния будет у поверхностного состояния проводника к сожалению провода современного российского производства сильно уступают обмоточным проводам сделанным в ссср провода тех лет в основной массе были сделаны из меди высокой очистки с предварительным отжигом. Сейчас для кабельно-проводниковой продукции используется неотожженная медь, как правило марки М1 и ниже. Среди советских проводов встречаются марки, сделанные из меди с высокой степенью очистки 99, 997, 998%. Медь является одним из лучших материалов для изготовления проводников тока, который превосходит разве что серебро. Удельное сопротивление меди 17 нОм на метр, серебра 15 нОм на метр. Поэтому зачастую для аудиокабелей высокого класса в качестве проводника используются серебряные жилы. Субтитры создавал DimaTorzok